Привет, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнер. Сегодня третий день, как проходит операция против террористов-хуситов в Йемене, которую проводят Соединенные Штаты вместе со своими союзниками в районе Красного моря. Цель это восстановить свободу судоходства в этом районе. Хусит, как известно, остановили коммерческое судоходство в Красном море, а это минус 10 процентов мировой торговли. И здесь интересно, что Китай не присоединился к этой миссии, хотя является одной из самых пострадавших сторон. Почему же он не присоединился? А все очень просто. Поскольку он слышит, что Соединенные Штаты объявляют своей миссией именно восстановить свободу судоходства. Но ровно этим же американцы занимаются и в Южно-Китайском море. Там они свою миссию описывают также, когда проводят свои военные корабли в том районе, где китайцы, как известно, настаивают на том, что это их воды, а не международные. Ну и таким образом для Китая, конечно, это пощечины, потому что Соединенные Штаты на деле показывают, как именно они восстанавливают свободу судоходства тогда, когда эта свобода судоходства нарушена. Именно поэтому в Пекине так крайне недовольны тем, что американские военные корабли постоянно демонстрируют силу в Южно-Китайском море. Ибо понимают, что рано или поздно эти самые американские корабли могут применить силу против китайских военных кораблей. А это означает, что в Пекине могут забыть про то, чтобы сделать Южно-Китайское море в качестве своего собственного озера. Так же, как и Россия, например, хотела, да не смогла превратить Черное море в свое озеро. В сегодняшнем выпуске рубрики Второй фронт мы вам расскажем, что именно представляет из себя операция Prosperity Guardian, как именно она проходит и какие силы участвуют в этой операции. Страж процветания 18 декабря поздно вечером глава Пентагона Ллойд Остин выложил пресс-релиз о начале военной операции Prosperity Guardian. Страж процветания. В этом документе сказано буквально следующее. Недавняя эскалация безрассудных нападений хуситов, исходящих из Гемена, угрожает свободному движению торговли, ставит под угрозу жизни невинных моряков и нарушает международное право. Красное море – это важнейший водный путь, необходимый для свободы судоходства, а также крупный торговый коридор, облегчающий международную торговлю. Страны, которые стремятся поддержать основополагающий принцип свободы судоходства, должны сейчас объединиться, чтобы решить проблему, создаваемую этим негосударственным субъектом, запускающим баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты по торговым судам из многих стран, законно проходящим транзитом через международные воды. Это международная проблема, которая требует от нас коллективных действий. Поэтому сегодня я объявляю о начале операции «Страж процветания» – важной новой многонациональной инициативы в области безопасности под эгидой Объединенных морских сил и под руководством ее оперативной группы номер 153, которая занимается вопросами безопасности в Красном море. Операция Prosperity Garden объединяет сразу несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Оденского залива с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран мира и укрепления региональной безопасности и процветания. Что же, с места в карьер обратим особое внимание на состав стран, указанный Ллойдом Остиным, поскольку он явно не совпадает со списком государств, военные корабли которых в данное время находятся в зоне конфликта. А именно, почему-то из списка стран, принимающих участие в операции Prosperity Garden, выпали Южная Корея, Япония, Индия и Китай. Согласитесь, что наличие в списке Сейшельских островов, республики Сейшелы, самым большим военным кораблем которых является старая патрульная лодка водоизмещением 268 тонн, и отсутствие там Китая и Индии, выглядит, мягко говоря, странновато. Положим, что Китай не является партнером Соединенных Штатов, хотя в данной ситуации экономические интересы США и Китая удивительным образом совпадают. Да и Индия пока не считается ближайшим союзником, но этого никак нельзя сказать о Японии и Южной Корее, боевые корабли которых находятся в зоне конфликта. Но в списке их нет. Еще один важный и, заметим попутно, единственный конкретный момент, указанный в пресс-релизе, касается того, что операция будет идти под агидой Объединенных Морских Сил и под руководством ее оперативной группы номер 153. Конечно, большинство наших слушателей аббревиатуры типа CMF, Combined Maritime Forces, то есть Объединенные Морские Силы, или TF-153, Task Force 153, оперативная группа номер 153, ничего не говорят. Но для военных экспертов эти названия точно указывают на зоны ответственности, которые закреплены за данными формированиями. CTF-153, Объединенная Оперативная Группа номер 153, это группа Военно-Морских Сил, которая находится в ведении Объединенных Морских Сил, базирующихся в Бахрейне и отвечающих за безопасность судоходства в Красном море. Группа была создана в прошлом 2022 году и находится под командованием Военно-Морских Сил США и Египта. Вы спросите, при чем тут вообще Египет? При том, что до одной трети бюджета этой страны приходится на выплаты за транзит по Советскому каналу. Сейчас транзит резко сократился, что резко ударит по бюджету Египта. А это чревато народными волнениями. Стоит напомнить, что прежний режим был свергнут после повышения цен на хлеб. Вряд ли сегодняшние правители Египта захотят повторить путь своих предшественников. Но вернемся к группе номер 153. Флот США располагает как минимум тремя эсминцами в районе Баб-Аль-Мандепского пролива между Красным морем и Оденским заливом. Это корабли USS Kanye DDG-64, USS Mason DDG-87 и USS Thomas Hadna DDG-116. Последний является одним из новейших эсминцев данного класса и располагает более продвинутой системой Эджис по сравнению с Канни и Мейсон. В Красном море также действует эсминец Королевского флота Великобритании HMS Diamond D-34 и фрегат флота Франции FS Languedoc D-653. Специализацией эсминца HMS Diamond является противовоздушная оборона. Французский фрегат принято считать противолодочным, но корабли класса ФРЭМ являются универсальными, так что Languedoc располагает 16-контейнерной установкой вертикального пуска А-43 для зенитных ракет Астер-15, и 16-контейнерной установкой вертикального пуска А-70 для крылатых ракет МДСН. Указанные выше корабли уже имели опыт перехвата и уничтожения оружия, выпущенного из Йемена в сторону гражданских и боевых кораблей в Красном море. Оружие хуситов включает в себя управляемые крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и множество построенных в Иране беспилотников «Шахет» с дельтовидным крылом, которые русские широко применяют для атак на гражданские объекты в Украине. Так, например, в субботу 16 декабря американский эсминец USS Connie DDG-64 сбил рой из 14 беспилотников, запущенных из контролируемых хуситами районов Йемена. Этот рой направлялся к коммерческому судну. В понедельник 18 декабря силы хуситов в Йемене заявили об атаках на два торговых судна в Красном море MV Sven Atlantic и MSC Clara. Начиная с 17 октября этого года, хуситы атаковали многие корабли, движущиеся вблизи морского контрольно-пропускного пункта в Баб-Аль-Мандебе, сначала якобы связанные с Израилем, а затем все направляющиеся в Израиль или из него. Поддерживаемый Ираном хуситы связывает свои нападения с продолжающимся конфликтом на юге Израиля, между Хамасом и армией обороны Израиля. «Любая эскалация в Гази означает эскалацию в Красном море, и любой затишье в Гази считается затишьем в Красном море», заявил старший военный лидер хуситов Юсуф Аль-Мадани через агентство Аль-Джазира. «Мы будем противостоять любой стране или партии, которая встанет между нами и Палестиной». В результате всего больше и больше торговых судов избегают маршрута в Европу через Красное море и экономящий время Суэцкий канал, а вместо этого совершают обход на несколько тысяч миль вокруг южной оконечности Африки. Среди судоходных компаний, избегающих Красного моря, можно указать нефтяную компанию «Бритиш Петролиум», а также крупнейшие мировые контейнерные грузоотправители «Хэпок», «Лоид» и «Майерск». Всего каких-то несколько дней назад заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синг заявляла без тени сомнения. «Мы не находимся в вооруженном конфликте с хуситами. Мы лишь наблюдаем беспилотники и ракеты, выпущенные из районов Йемена, контролируемых хуситами. Но они не нацелены на наши боевые корабли. Хотя, конечно, они нацелены на коммерческие суда, следующие транзитом через Красное море. Как видим, теперь риторика Пентагона резко изменилась. На выходных Соединенные Штаты перевели авианосец USS 2D Eisenhower CVN-69 и его эскорт в Оденский залив между Сомали и Йеменом. В понедельник, 18 декабря, эсминец USS Laboon DDG-58 вошел в Красное море из Суэцкого канала. USS 2D Eisenhower CVN-69 – это один из старейших авианосцев флота США, который сейчас возглавляет вторую ударную авианосную группу. В составе ударной группы находятся ракетный крейсер USS Philippine Sea CG-58 и два ракетных эсминца USS Mason DDG-87 и USS Gravely DDG-107 из 22 эскадры. На борту авианосца USS 2D Eisenhower CVN-69 размещено третье авиакрыло, в составе которого находятся девять эскадрильей. На десантном штурмовом корабле USS Baton LHD-5, который фактически является легким авианосцем, расположены подразделения 26-го экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США. В настоящее время USS Baton также находится в Красном море и готов к боевым действиям. Мы знаем, что по Красному морю проходит до 12% всей мировой торговли. Думаю, не нужно быть великим экономистом, чтобы понять, насколько важно для мирового рынка сохранять этот торговый путь в безопасности. В случае его закрытия торговое судно, плывущее, например, из Роттердама в Сингапур, вынуждено будет пройти 11 720 морских миль вместо 8 440 морских миль. То есть расстояние увеличивается на 40%. Те из наших слушателей, которые думают, что это глупая цифирь, их не касается, очень сильно заблуждаются, поскольку мы живем в глобальном мире. И повышение цен на все, именно на все виды продуктов очень скоро постучит и в ваши двери. Не секрет, что хуситы являются проксией Рана, а тут, в свою очередь, является во многом марионеткой Китая и ближайшим союзником России. И пока хуситы постреливали по якобы израильским кораблям, будущие правители Вселенной из Пекина и Москвы довольно потирали потные ладошки, посмеиваясь над проблемами Запада. И когда хуситы переключились на американские эсминцы, в Кремле просто аплодировали им стоя. Но с эсминцами что-то пошло не так. Выяснилось, что картонные дроны и ржавые иранские ракеты причинить им вреда не могут. Тогда хуситы перешли к старой испытанной тактике, которую применяли еще пираты 17 века и немецкие подводники 40-х годов века 20-го. Топи всех! Вот тут и обнаружилось, что закупоривание мировых торговых путей выгодно сейчас только одной стране мира – России. Даже Китай встал на уши, поскольку ему нужно гнать свою продукцию в Европу через Суэцкий канал. Одним словом, хуситы перегнули палку. Немного перестарались. Или, скажем так, хвост решил покрутить собакой. Не думаю, что китайские боевые корабли что-то предпримут против хуситов. Но и ставить палки в колеса американской военной армаде они точно не будут. А вот легкое прикрытие финансового краника Пекином может очень быстро отрезвить горячие головы иранских аятол, которые притормозят новые поставки ракет хуситом. Возможно, что это быстрее восстановит торговый статус-кво, чем вся западная военная армада. Новые экономические проблемы, связанные с повышением цен за перевозки товаров, Китаю сейчас точно не нужны. Кто-то из наших слушателей уже раздраженно говорит про себя. Как же мне надоели эти ближневосточные заморочки. Когда все это закончится? Ответ на этот вопрос надо искать не на Ближнем Востоке и даже не в Пекине или Кремле. Он совсем в другом месте. Есть такая волшебная аббревиатура В.И.Э. Которая расшифровывается как возобновляемые источники энергии. Обычно, когда мы начинаем говорить об использовании ветряной и солнечной энергии, сразу же сбегаются подкармливаемые нефтяным лоббит-тролли, либо натуральные искренние идиоты со своими рассуждениями о том, что «нефть – матушка, газ – батюшка, а все, что от солнца, воды и ветра – это от лукавого». Однако реальность начинает меняться у нас на глазах. Так, 2023 год стал первым годом в истории Германии, когда возобновляемые источники энергии обеспечили свыше половины потребляемой ФРГ электроэнергии. Эту новость поспешили сообщить 18 декабря Центр исследования солнечной энергии и водорода Федеральной земли Баден-Вюртемберг и Федеральное объединение предприятий энергии водоснабжения. По их предварительным расчетам, доля зеленого электричества об электроэнергетике Германии составило в 2023 году около 52%, что на 5% пунктов выше прошлогоднего показателя. Вот так новая энергетика в конечном итоге сдует все претензии на мировое господство газовых императоров и нефтяных шейхов. Субтитры создавал DimaTorzok